всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале изначально причем скорее всего я начну расклад и хочу вас всех поблагодарить за ваш интерес курсу древо жизни а именно за ваш спрос на водное занятие очень многие из вас присылали мне на почту заявку да с просьбой скорее всего поделиться ссылкой и для меня это было неожиданно и очень приятно да почему потому почему неожиданно потому что курс такой достаточно специфический будет он подходит не всем информация такая точечная вот и я была удивлена что вот столько людей интересуется это это очень приятно я вам благодарна потому что это меня вдохновило это меня воодушевило и замотивировала как можно быстрее записать этот курс потому что были люди которые уже спрашивали да можно ли его приобрести сколько стоит и так далее я его пишу да он в процессе я так предполагаю что примерно через два месяца он будет готов ну я предполагаю как говорится моя любимая фраза бог располагает но все же я хочу вас поблагодарить за ваш интерес сегодня мы с вами вам рассматривать одну из тем который предлагал дмитрий гончаренко называется она что значит фразы которые приходят ко мне в голову мы знаем что фразы то есть не мы порождаем мысли а мы их притягиваем на состояние это примерно такой же формат как я выбираю расклады да то есть есть некий список я не по не по пунктам иду ну то есть не по порядку иду а именно из состояния вот каком состоянии в каком настроении я нахожусь что мне созвучно в этот момент какая энергия вот такой расклад я делаю сегодня мне созвучен именно этот расклад изначально я предполагала другой но не важно сегодня мы с вами посмотрим что значит фразы которые приходят вам голову и здесь мы предполагаем скорее всего который повторный да вот иногда бывает какие-то либо фразы неожиданные либо вам не свойственные до выражения какие-то мысли бывают но я буду рассматривать все которые знаете вот как навязчивые да то есть я не понимаю но почему-то я их притянул притянула вот с этим мы с вами скорее всего и будем разбираться да бывает таки дни пауза чтобы сонастроиться когда к нам приходит такие фразы выбирайте голубой красный зеленый камешек 1 2 3 позиция несколько секунд и вам на выбор мне на то чтобы настроиться на эту волну и мы с вами приступим знаете когда перемешиваешь карты это такое дитативное состояние до расслаблять меня по крайней мере она очень хорошо расслабляет то есть вот принципе ничего не делаешь но вот этого движения до особенно если колода удобно ложится в руке прям расслабляет и я уже чувствуешь это засыпаю постепенно хорошо надеюсь вы выбрали и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек что значит фраза либо одна фраза которая приходит не в голову я не буду рассматривать фразу если она мне не всплывет в потоке а именно энергию состояния это то с чем мы работаем состоянием что значит фраза которая приходит вам в голову что это сначала за фраза здесь не одна фраза здесь несколько может быть и они все крутятся вокруг на данный момент всегда вам моменте здесь сейчас мы смотрим мысли бы так сказал даже не фразы а мысли вокруг становления вас до себя своего места как говорится под солнцем на данный момент мысли которые будут говорить о желании начать что-то заново до желания начать с чистого листа какой-то такой достаточно позитивный настрой а какие-то надежды на светлое будущее но не такое абстрактное а именно становление вас может быть кто-то вот эти вот мысли рассуждения идут о том какой путь вы прошли как вы пришли к тому где вы находитесь сейчас чего вы достигли на что вы способны либо кем вы можете стать здесь даже не то что кем бы вы хотели стать и либо кем вы рождены быть а именно здесь как будто вы знаете как-то вот утвердиться некое такое утверждение себя скорее всего больше я склоняюсь к профессиональной сфере либо идентификация себя именно в какой-то профессиональной роли здесь мысли такие достаточно богатые богатые на опыт богатые на знания богатые знаете вот какой-то вот мудростью что ли глубиной и вот вы рассуждаете здесь два потока может быть один которые я такой знаете люди достигшие уровня того когда вы уже мир познаете через себя то есть это не детский максимализм когда мне все интересно и хочу все посмотреть все попробовать нет а здесь вот как-то через мудрость да возможно кто-то изучает какие-то древние писания древние знания религию через религию тоже может быть да то есть вы его читаете но не просто так чтобы это вас развивала расширяла а здесь как будто бы вы через это узнаете себя узнаете о мире знаете вот как смотрим документальный фильм да допустим о природе о животных и узнаете что-то большее да как они живут чем они питаются как как устроены вот здесь вот примерно что-то такое то есть вы что-то новое изучаете сейчас для себя и через эту призму вот вам приходят какие-то мысли возможно философские возможно мысли о том как поменять свое восприятие да но здесь не проблематичные мысли а здесь мысли такие размеренные философские иногда идет какое-то зависание ваши мысли они сопровождаются светом я не имею ввиду что они светлые я не о качестве о том что вы когда что-то размышляете да здесь может быть такие моменты когда вы и сидите либо полу лежите и это дневное время и вот вы смотрите либо на солнце либо на свет либо на лампочку и вот уносит вас куда-то ваши мысли и вот здесь поэтому сопровождается именно со светом о чем еще ваши мысли здесь могут быть могут быть и о желании какого-то знаете достатка материального достатка желания быть как-то независимым реализованным получить внутреннее удовлетворение здесь вам здесь вопрос не о статусе не отключить что вот у вас уже есть какой-то статус а вы не не простой человек да вам не 30 лет однозначно то есть намного больше по крайней мере ваше состояние вашей души возможно намного такое вот устаканившиеся да потому что здесь идут энергии такие размеренные это не быстрый бег да это не суета это не какие-то мысли сомнения а они вот именно размеренные они последовательные возможно когда мы ну вот здесь глубокие мысли здесь не то что вот даже смотришь на природу восхищаешься да либо наполняешься здесь не об этом здесь мысли наполнены знаете вот ассоциация золотом и ассоциация с солнцем со светом то есть это что-то такое качественное что-то такое блестящее что-то такое яркое прям может быть у кого-то мысли они как-то вот как спешки туда инсайты вы даже иногда можете их не не улавливать ну то есть знаете как получается как как будто бы инсайт я его поняла а если спросить откуда пришла то есть что это была за мысль вы не сможете сказать если вам как будто бы как конечный результат подсветили вы поняли смысл о чем здесь говорится и все а саму мысль можете не улавливать вам это не нужно на как лампочка так и загорается как идея какая-то да такие мысли тоже может быть воспоминания у кого-то могут быть воспоминания из путешествий воспоминания из отдыха причем это летнее время да может быть кто-то кого-то какие-то вот фрагменты лета выходят вот когда идете по песку и на по песку не по камешку набережной а именно песчаная набережная вот босиком до ощущения теплоты и солнца горячий песок вот чувствуется ногами босиком вы идете и согревается вот эти вот мысли какие-то ну вот радостные да иногда бывают вот эти вот воспоминания либо сейчас просто период у когда в россии по крайней мере холода вот и идут воспоминания тепле что значит давайте посмотрим да что значит здесь такое ощущение да что вот ваши мысли мы посмотрим что они хотят но сейчас что они значат как будто бы хотите что-то выровнять то есть вот это вот ощущение какой-то вот ну несправедливости даже это не дисбаланс а и отклонение от гармонии а вот здесь вот какой-то вот правильности что ли то есть чувство что много запутанных вещей много обмана фальши лжи непонимание непонимание вот есть такое ощущение что хочется прояснить какие-то моменты и вот все чтобы встала на свои места здесь ощущение того что есть какая-то путаница есть какие-то не то чтобы темные места но не не вся информация как будто бы у вас есть либо она искажена преподнесена вам либо вы сами как-то думаете не иллюзорно да не так как есть как будто бы не видите реальность и вот вам не хватает какого-то ну прояснение ситуации что ли чтобы все было правильно возможно кто-то хочет как-то вот разложить своей голове все по полочкам до чтобы понять кому-то прямо это очень необходимо в чем-то разобраться но очень важные мысли у вас здесь потому что выпадают великие архканы на эти мысли связанные с начинанием возможно кто-то желает каких-то новых отношений да но не просто отношения а именно отношение по как-то вот по состоянию души какие-то душевные такие теплые отношения достаточно возвышенные не животные инстинкты основанные на страстях и эмоциях а я бы сказала больше даже на в какой-то степени на логике ну то есть здесь не хватает разговоров здесь не хватает понимания вот какой-то душевности договоренности такие какие-то узнаете зрелые отношения которые вас будут успокаивать не включать вас эмоции а именно успокаивать либо здесь у кого-то если это не про отношения желание как-то мысли идут по поводу того куда куда двигаться дальше то есть вот как двигаться как кто в каком направлении желание есть а путь он еще не определен то есть здесь нету понимание готовности есть но что-то еще останавливает что именно мне кажется здесь не хватает просто понимание к чему я хочу прийти и даже не к чему а для чего мне это нужно то есть знаете вот бывает такое ощущение что если опять таки в разрезе отношений возьмем я хочу отношений допустим я хочу партнера но я четко не понимаю зачем он мне нужен то есть бывают такие моменты в вашей жизни когда вы хотите с кем-то что ну просто поговорить разделить что тогда может быть каких-то телесных касаний не хватает теплоты и внимания но когда вот эти вот моменты проходит а не какие-то мимолетные то потом вам не совсем понятно зачем вам нужен партнер то есть в другие моменты вам и самому либо самой хорошо вот здесь вот поэтому если мы говорим в контексте отношений я вроде бы хотела но я четко не понимая зачем мне они нужны то есть как взаимодействовать с человеком я понимаю а какие отношения нужны ли мне отношения хочу ли я их вообще выстраивать здесь не совсем понятно здесь как будто у вас мимолетные желания если мы говорим не говорим про отношения то здесь именно мысли по поводу становления себя как знаете вот как совершить прорыв ощущение что не как к некий такой там трамплин да от чего оттолкнуться чтобы 2 двинуться то здесь вот как будто бы заряжаешь ружье да есть готовность но вот не можешь нажать на спусковой курек крючок потому что вроде бы и мишень есть и оружие есть а вот само действие совершить ну как-то не получается то у меня такое ощущение что вот где-то заклинило то есть вы даже как-то вот даже если будете нажимать не выстрелит оружие потому что ну вот где-то что-то там заклинило этот за заклинило и она еще не понятно поэтому хочется какого-то прорыва здесь вот как будто бы немножко без даже не усталость а вам хорошо вам хорошо так кого-то как идет ваша жизнь то чем вы занимаетесь здесь все хорошо здесь все прекрасно вас все устраивает и поэтому даже говоря допустим о профессиональной реализации либо об отношениях ну то есть если они будут хорошо а если их не будет ну тоже вроде бы хорошо но все равно чуть-чуть не хватает и поэтому здесь вот мысли они об этом да то есть нужно не нужно хочу не хочу здесь вот как будто бы вы собой разбирать потому что в принципе вас все устраивает что хотят вам сказать ваши мысли а вот как раз таки о готовности о готовности построить что-либо до профессиональная сфера там материальная может быть личная неважно вы уже готовы вы уже знаете вы уже пережили тот момент разочарований вот этого своего прошлого здесь ощущение того что вы уже повзрослели есть вот эта готовность к чему-то другому да если допустим отношения то это более взрелый другое поведение взрослого человека уже не ребенка но но есть какой-то вот знаете все равно искушение то ли это страх очень сильный где-то глубоко на бессознательном вашем записан да то ли это привязанность вот каким-то эмоциям из прошлого здесь вот прошлый опыт он как-то останавливает вас еще то есть есть готовность двигаться да я еще не совсем уверен не совсем четко вижу путь куда мне идти что мне нужно делать но иногда вот здесь знаете вот как нахлынувает на накатывает вас как-то вот как как приливы до моментами накатила да я вроде бы хочу в этот момент и вот я прямо готов готова что-то сделать но вот потом когда идет отлив откат и я понимаю что принципе меня жизнь удовлетворяет и устраивает такой какая она есть данный момент то есть ну я не хочу ничего менять а потом опять как будто вы знаете она как этот волнами до волнами вас накрывает и вы вроде бы хотите а потом уходит нет и вот когда откат идет да когда вы ничего не хотите вот в эти моменты да возможно всплывает вот этот вот ваш страх воспоминания ваши они эмоциональные идут вы боитесь вот этих эмоций то что вы переживали в прошлом кто-то может переживал если мы говорим допустим об отношениях какую-то грусть сожаление утрата да здесь какая-то потеря здесь нету скорби нету слез а есть вот какое-то сожаление и страх здесь возможно чтобы этот опыт не повторился но знаете вот он как как какая-то тупая боль да то есть по факту уже все это прошло да вы уже излечились вы уже вы уже здоровы да если мы говорим об отношении да вы уже исцелились нету этого но почему-то как-то иногда у вас это всплывает воспоминаниях и как напоминание какое-то самим себе что есть такой вариант что опять это повторится видимо это был какой-то сценарий он был неоднократно у вас но вы его прошли а как-то знаете привычка возможно осталось то здесь даже может быть и не страх а какая-то привычка думать в том ракурсе в котором вы думали раньше и поэтому нету желания либо даже если в профессиональной сфере вы как будто вы уже достигли каких-то высот как-то утвердились до в своей в своей сфере но осталась вот эта вот привычка мыслить о том что я еще ничего не имея я еще ничего не знаю я еще вот как будто бы не понимаете в душе как будто бы вы не то чтобы ребенок от тот человек которого когда-то осуждали которого когда-то наказывали били ругали то есть какой-то вот такой вот немножко запуганный а а вроде бы смотришь да внешне допустим не здесь показывают такого мужчину достаточно статного солидного в костюме зрелого взрослого такого знаете которого порядком и другие боятся а вот в душе он как будто бы вот еще в каких-то уголках своих до затаённых есть вот этот вот маленький мальчик который сам боится и здесь вот скорее всего привычка идет то есть видимо вам эти мысли хотят показать то что убирайте эту привычку да то есть впереди вас ждут перспективы вы двигаетесь правильном направлении у вас все получится если вы допустим там хотите отношений либо какого-то своего достижения профессионализма становления себя статуса да у вас все получится но вот это вот луна вот это вот муть это как раз таки вот эти вот мысли которые вам периодически напоминают о о вашем прошлом опыте неприятным поэтому мысли вам говорят что убирайте это да убирайте но не нужно уже об этом вспоминать вы уже исцелились вы уже излечились не вот то есть как будто бы сами мысли вас мотивируют да подталкивают двигайся дальше хоть они негативные вот здесь вот такое такой интересный момент они может быть и неприятные негативные какие-то фразы да но они автоматически направлены не на то чтобы вас подавить а наоборот вы двигались вперед вот как будто бы они говорят вам у тебя все получится да такой жиркон да да не парься все будет хорошо и там да ладно не сшить чё ты да или чё ты опять начинаешь какие-то такие фразы да и не начинай ну то есть не включайся опять вот это вот в эту эмоциональную жвачку она уже не нужна уже все окей то что было раньше она уже не будет до повторно как-то вот связано с прошлом мысль об этом и причем вы как будто бы сами себя уговариваете но пречка как-то вот осталось поэтому мысли ваши они по привычке здесь нету они важны потому что вы были великие арканы но здесь нету чего-то такого негативного на данный момент пока карты говорят о том что вы как-то по инерции вспоминаете и думаете да то есть мысли как-то по инерции о прошлом они совсем приятно позиция номер два красненький камешек ваши мысли фразы которые приходят вам в голову здесь сразу могу сказать у кого-то есть песни да вот не идут песни причем фразы из какой из каких-то песен повторно как как тайна там слова есть такие как пусть пусть улыбка пусть вот что-то такое особенно с утра просыпаетесь и вот облака что-то такое и вот прямо на крутится крутится на повторе до песни привязалась и все никак не может это ну забыться вот еще какие мысли у вас тут как-то знаете о каких-то был их успехах а был их успехов под не знаю почему знаете как этот картинка мне показывается как этот я муромеза не идет по со своими богатырями по дороге и вот развилка значит какой путь выбрать такая знаете песни крутится в голове как это кто похвалит меня лучше всех тому что-то там я дам вот здесь как будто бы что-то такое да как выбор выбор между двух вещей да вот какая-то вот определенность на здесь мне показывают как развил куда с одной стороны если я пойду туда то я стану как будто бы жертвой обстоятельств а если я пойду в другую там будет хорошо там будет праздник и исцеление то есть ваши мысли они какие-то двойственные все время да как два ангелочка да скорее всего ангел и этот демон на плечах вот все время мысли какие-то такие двойственные и песни из мультика летучий галадис да мне летать охота мне летать охота здесь такое на я водяной я водяной причем вода это эмоции это ассоциация с то есть возможно у кого-то сейчас вот прям либо действительно какой-то вот полет души да у вас состояние либо наоборот хочется какого-то полета какой-то легкости здесь вообще вам по жизни очень сложно делать какой-то выбор мне вроде бы это нравится и то нравится ну сложно вообще во всем причем даже кто-то заходит в книжный магазин и вот и вроде бы эту книжку хочу купить и эту а денег есть только на одну и мне показывает здесь кто-то если хочет купить какая-то книжка с красной корочкой с обложкой такой плотной плотная обложка вот там угол даже чуть так этот загнутый помятый вот если вы выбираете между красной и синей книжкой то почему-то мне красную книжку показывает здесь вот как такие моменты хорошо что значит фразы на даже если они из песен которые приходят вам в голову знаете как будто бы они говорят о какой-то уверенности да вот вы даже если вам предстоит какой-то разговор собеседование здесь мысль такая все пойду и скажу я не знаю с кем вы там в голове со своей разговариваете но однозначно если вы выбираете что необходимо что-то сказать кому-то прям вы как будто вы набираете сил опять-таки в моменте здесь и сейчас говорю как будто вы набираете сил все я пойду и скажу все вот я все ему выскажу либо ей да все расскажу вот все больше я так это держать себе не буду прям как будто вы себя убеждаете уверяете себя в том что вы сможете что у вас все получится как-то вот накручиваете себя настраиваете себя на позитив все в следующий раз да либо сейчас пойду и скажу я скажу я больше это терпеть не буду либо я здесь какой-то секрет может быть даже я больше это показывать это самое сдерживать не буду я все расскажу здесь мысли идут о какой-то о каком-то шансе какой-то возможности да здесь вот может быть что-то вы хотите прояснить с каким-то человеком вот думаете да может быть сейчас придумываете возможность шанс как встретиться как встретиться поговорить подарок кто-то сегодня думает может быть о каком-то подарке кому-то да может быть мужчине подарить какой-то подарок либо кто-то думает о том что а как мужчина отреагировал на мой подарок ну с прошедшим 23 февраля да мужчин если смотрят вот здесь тоже может быть как-то день рождения было вот а что а что он да а как какая его реакция понравилась ему или нет здесь вот то есть обязательно чтобы это был прям любимый человек это может быть отец дядя дедушка взрослый здесь человек такой состоявшийся может быть ваш хозяин по работе тоже такое может быть да вот прям серьезная такая личность фигура вы думаете либо кто-то знаете здесь о работе думает что вот я пойду и попрошу как-то повышение да либо я не знаю бонус какой-то в общем предстоит вам какой-то серьезный разговор которого вы избегали на работе да с вышестоящим человеком это может быть и женщина но вот прям босс такой вот серьезный вот я ему скажу да что такое может быть попросить хотите повышение либо какую-то возможность какой-то шанс на что то что что этот шанс какая-то вот возможность по работе но это не повышение а это то над чем нужно будет работать до 100 какой-то проект может быть может быть кто хочет чтобы его перевели на какое-то место другое вот что то здесь такое мысли вот об этом тревожит хорошо что хотят сказать вам ваши мысли что то вы зашились да устали устали как-то сильно я бы сказала не физически а морально здесь усталость моральная вы как будто бы знаете вас измотала уже вот выбор даже если вам нужно какое-то сделать вы уже устали вы думаете думаете долго об этом и как-то вот вы не можете прийти к какому-то решению почему потому что какого ну не все вам как будто бы понятно в этой ситуации да может быть вы не можете просчитать будущее да результат чем это закончится вот но однозначно мысли вам говорят что хватит потому что это тебя истощает да это не приводит ни к чему уже успокойся да здесь вот надо как-то успокоиться расслабиться потому что вы закрылись закрылись в себя и как-то ну от может быть от людей кто-то отстраняется вот как-то ушли в отшельничество в одиночество да здесь вам говорят хватит почему потому что много энергии забирает вас ваши мысли и вы вот ваш случай как раз ки тот когда вы накручиваете себя а для чего вы это делаете здесь как будто вы знаете вы себя накручиваете на то чтобы как этот довести самостоятельно себя до какой-то кондиции чтобы потом совершить какое-то действие то есть это знаете в течение дня думаете думаете там ну к примеру если есть отношения почему он не звонит куда он пошел что он делает там вот и уже сто мыслей пробежал на этот счет с кем он как там уже изменяет не изменяет и вдруг этот звонок в дверь вы открываете уже готовы сказать там ну с конфликтом с претензием к человеку а он так заходит к вам с подарком и вы его а я типа тебе уже подумал и не очень хорошо а ты оказывается хотел какой-то подарок не сделать поэтому задержался то есть здесь что-то такое то есть вы накручиваете себя для того чтобы вот прям как-то вся ситуация она завершилась потому что она возможно длится уже долгое время либо в долгое время из вас выжимает какие-то соки и вы уже устали и вот здесь вот нужно как-то ну завершить это все вот это вот вам ваши мысли хотя сказать то есть ну хватит хватит завершай и иди дальше ну как-то вот как-то так такая была вторая позиция мы с вами переходим к позиции номер три что какие у вас здесь мысли которые к вам приходят в голову здесь ну на момент здесь и сейчас какие к вам приходят мысли крапива а у кого-то там что-то этим мужем и как называется горелым пахнет что горит такое ощущение что вот каша подгорает что ли молоко подгорает вот какой-то вот такой вот запах причем тут крапива не знаю но вот как-то что-то такое пошло что подгорает у кого-то на молоко убежало хорошо что значит фразы которые приходят вам в голову да о чем эти мне такое ощущение что вы просто отдыхаете да либо думаете о каком-то отдыхе либо хотите отдыха не то чтобы куда-то поехать а вот просто расслабление какого-то знаете побыть уленьем как-то вот отстраниться от всех дел причем это даже не физически а это вот своей голове иногда хочется потому что мы можем куда-то лечь отдохнуть да но в голове то мысли крутятся и отдыха не наступает то есть ты можешь ничего не делать а в голове все равно усталость присутствует вот здесь вот как раз и наоборот такое ощущение что в голове я хочу как-то отойти от дел может быть у кого-то знаете идут воспоминания детства как хорошо да здесь вот такое ощущение что если у вас есть маленькие дети вот вы смотрите как будто бы на них да и думаете боже какое счастье о тебе позаботятся да тебя поменяют накормят спать уложат никаких забот даже вот прям вот какие-то такие мысли как хорошо было в детстве чего я так хотела расти вырасти быстро быстро ну и выросла и что а теперь вот эти вот все сложности заботы здесь вот какие-то воспоминания о детстве идут да у кого-то может быть воспоминания о маме либо а знаете вот мысли о том о чем вы мечтали в детстве вот когда я вырасту я буду прям вот у вас какая-то картинка себя было видение себя либо если вы женщина какой вы женщиной хотите стать вот прям какой-то вот такой вот идеал может быть у кого-то этот постер был да вот это вот афиша либо какие-то фотографии кумира да женского на кого я хочу визуально быть похожей вот прям вот как она здесь вот кому то не нравится нож на ваш нос причем не потому что он с горбинка потому что он какой-то вот кругленький здесь так как-то вот наверх сдернутый да вот почему-то вам вас нос кому-то из вас не нравится не из-за горбинки а вот из за формы а носик он какой-то круглый, почему-то вам не нравится, вы хотели бы, чтобы он был более острый, вот, а кому-то наоборот хотелось иметь цвет глаз, вот прям глаза, да, почему-то, даже не форма, а именно цвет глаз, чтобы она была другая, а если вы мужчина, здесь мысли могут быть вот как-то семейные, о маме своей думаете, да, может быть о жене, может быть о маме, то есть мысли заняты о том, что он давно, давно уже не был со своей семьей, либо здесь, если вы в разводе, как-то вот вы вспоминаете, у вас почему-то, мне кажется, девочка, и, может быть, давно не видели, и вот мысли о том, что увидите ребенка, что еще, какие еще мысли, мысли у кого-то о любви, а у кого-то о профессиональной сфере, а кто-то, может быть, соединяет эти две вещи о том, что я хочу быть, знаете, как-то вот и реализованной, в то же время, чтобы в семье, даже не в семье, а в отношении все было хорошо, вот на душе, чтобы было все хорошо, такое ощущение, что вот хочется какой-то гармонии, причем гармония, внутреннее вот это вот состояние от становления себя, то есть вот когда вот вас все удовлетворяет, да, вы себя как будто бы любите, и вы себя принимаете вот такой, какая вы есть, такая вот независимая, да, и самодостаточная, которая идет вперед, получая все, что хочет, да, может где-то что-то недоговаривать, где-то как-то хитрить, здесь вот такое ощущение, что ваши мысли о себе, если вы женщина, о себе, о себе любимой, прям вот быть какой-то такой вот наполненный, здесь вы как будто бы представляете, либо мечтаете, то, кем вы хотели бы стать, здесь какой-то вот идеал у меня идет, мне хочется прям сразу спросить, почему вы это думаете, а потом посмотрю, что значит эти фразы, почему, да, потому что вы хотите, вы хотите верить как-то, вот ваши мечты, вы сейчас мечтаете, да, даже не мыслите о чем-то, а мечтаете, может быть кто-то мечтает отрастить волосы, вот здесь вот как-то вот внешний вид играет какую-то роль, внешняя картинка, почему я спросила, потому что был какой-то уход, что-то было завершено, может быть у кого-то отношения здесь завершились, может быть кто-то здесь ушел с одной работы, но вы пришли, либо знаете, от ситуации, завершения какой-то ситуации, когда вы пришли к состоянию любви к себе, да, то есть здесь возможно был такой этап, может быть расставание у кого-то было, может быть уход от работы, а может быть вообще вы закончили какой-то огромный цикл в своей жизни, и вот пришли к единению возможно с Творцом, вот это вот внутреннее удовлетворение вас сейчас все устраивает, вот вы наслаждаетесь, вы получаете удовольствие от себя, и кто-то занялся может быть внешним видом, да, то есть отсюда эта мысль, может быть кто-то восстанавливается, например, после родов, да, то есть вот теперь я могу, допустим, ну, уже там заняться спортом, да, если при беременности не получалось, да, как-то привести свое тело в порядок, вот здесь вот внешний вид, это то, что вас на данный момент интересует. Что значат фразы, которые приходят вам в голову? Во-первых, фраза ваша «Я королевишна», да, независимо от того, что вы видите в зеркале, да, вот вам прям, вы как-то себя подбадриваете, что ли, что значит, что значат ваши фразы. Ваши фразы говорят о том, что пришло время двигаться вперед, и вы получите успех при условии того, что вы все продумаете, то есть вы как будто бы, то есть успех, он не случайный и не от судьбы, а успех в силу вашего, вашего ума, вашего планирования, ваших правильных, корректных действий. Вы как будто бы устали от финансовых каких-то проблем, прям сердце разорвалось от каких-то кризисов, конфликтов, сложных ситуаций, и вы как будто бы мечтаете либо закрутить колесо фортуны, да, либо выровнять какой-то баланс, чтобы была стабильность, да, даже здесь не о финансовой стабильности я имею в виду, а вот какой-то вот баланс и стабильность в вашем душевном состоянии, да, вот к равновесию какому-то душевному прийти, к празднику, к празднику, которым вот вас все бы устраивало, и желательно, чтобы этот праздник имел какое-то отношение к профессиональной вашей сфере. Чтобы все ваши трудности и сложности как-то завершились. Желание начать жизнь заново, да, вот как-то вот переродиться, переродиться, исцелиться, начать жизнь заново, причем такую, знаете, богатую и изобильную жизнь, плодотворную, благостную. Да, вот ваши мысли об этом. Хорошо, что они хотят вам сказать? Ну, здесь нужно изменения, вам однозначно нужны ваши изменения, причем изменения должны какие-то вот резкие, неожиданные, ну, то есть здесь ощущение того, что хватит уже ждать, все, что нужно было сделать, надо было сделать вчера. И вот сейчас как будто бы пришло время, да, все разрушить. Пришло время строить заново. Разрушай, да, причем разрушай и не бойся, да, то есть будь как-то вот уверенной в себя, либо в себе. Хватит как-то грустить, депрессовать, да, делай то, для чего ты предназначен, то, что ты умеешь делать, то, что ты... Здесь такое ощущение, что вы знаете, да, на что вы способны, что вы умеете, что вы... Ну, у вас большой потенциал, вы об этом знаете. Также вы знаете о своих собственных желаниях. Но вы этого не делаете. Вот здесь вот какая-то программа у вас стоит, да, и вам ее нужно разрушить и двигаться дальше. То есть уже не просто размышлять о решении, да, что выбрать, а прошло время двигаться. Да, вы уже вчера должны были все решить, а сегодня вы уже должны были сделать. И не в будущем, а уже сегодня, уже должен был быть сделан шаг к принятию... То есть вы приняли уже решение и должны были уже шагать вперед. Вот здесь вот про это. Что еще вам хотят ваши мысли сказать? Хватит себя связывать по рукам, по ногам, да, вот эти вот препятствия постоянные сами себе создавать, только потому, что где-то в какой-то степени вы не уверены. Не уверены, где-то переживаете, волнуетесь. Ну, то есть карты говорят о том, что хватит. Все, уже время пришло, уже делать. Да, здесь даже не думать, а уже делать. Если вы боитесь ошибаться, ничего страшного. Ошибать. То есть лучше ошибаться, да, и вот как-то вот что-то совершать, какие-то действия, вот на дне краски восьмерка педагли, сконцентрируйтесь на каком-то конкретном действии, что вам нужно сделать, и просто сделайте. Здесь даже, понимаете, здесь уже нет ни страхов, здесь уже нет никаких блоков, никаких проблем. Здесь просто вы уже не делаете, да, даже здесь и не лень. А вы просто не делаете. Я не знаю, что вас здесь может замотивировать, да, чтобы вы начали какие-то действия. Вы знаете, о каких действиях я говорю. Ну, какие-то ваши эмоции могут вас лишь замотивировать. Туда, что выпадает даже и семерка педагли, которая говорит о том, что время, да, время вас как-то может тоже замотивировать, потому что долго ждёте, как-то вот откладываете, много вкладываетесь. Ну, то есть, вы знаете, как будто бы ещё вас может замотивировать ваше более лёгкое отношение к результату. Ну, то есть, снимите градус важности с того дела, которое вы для себя, там, планируете, что-то вы хотите сделать. Видимо, оно для вас очень значимо, и вы вот как-то не начинаете удрать, ну, не полностью обнулиться, а снизьте немножко градус. Ну, то есть, ну, есть оно и есть, нету и нету. То есть, более так холоднокровно к этому относитесь. Вот. Что ещё может здесь замотивировать? Ну, ваш эмоциональный фон, и вот принятие только решения и двигаться. Здесь вот все карты говорят о том, что если вы хотите стать той, кем вы хотите, допустим, если вы женщина, да, и вы хотите там иметь прекрасное спортивное тело, да, красивое, то не нужно об этом думать, да, возьмите, просто начните. Не надо ждать, допустим, вот когда карантин там закончится, или что там у вас есть, если есть локдаун, вот, и потом записаться, допустим, там, в спортзал или ещё что-то. Начинайте дома делать то, что вы, то, что под рукой, да, взяли там бутылки с водой и начали руки качать, да, поприседали или ещё что-то. Ну, то есть, не делайте вот из муху слона, да, прям всё такое важное, всё такое сложное, и вот надо довести до ума, только после этого я начну. Нет, просто начните делать. Здесь такое ощущение, что вопрос даже не в конечном результате, а в том, что вы уже давно ничего не делаете, как-то вот всё застоялось, и поэтому вас надо разогнать. Не важно, в каком направлении, важно, чтобы был какой-то разгон. Вот ваши мысли вот об этом, да, действуйте, действуйте, не важно, что делайте. Вам энергию нужно разогнать. Она какая-то стала такая, ну, немножко водная, болотистая, зацвела, надо разогнать её. Вот, вот такой вот у нас с вами был сегодня расклад. Благодарю, Дмитрия, за идею. Жду ваши комментарии. Ещё раз вам благодарна за ваш спрос к курсу Древа жизни. Прям замотивировали. Ещё раз повторюсь и скажу, очень-очень хорошо. Для меня это важно. Для любого мастера важна обратная связь. Ну, это и ваша поддержка, да, ваш вклад, ваша роль. Она очень важна. Вот. Прощаюсь с вами до новых раскладов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok